Здравствуйте! Это программа Весь Спорт. С вами, как всегда, мы, Ульяна Любимова и Александр Захаров. Событие, которого ждали целых 4 года. Событие, которое является апофеозом длительных и изнурительных тренировок для всех профессиональных спортсменов. Зимняя Олимпиада 2018. В Южную Корею после долгих ожиданий и нервов все-таки отправились 169 спортсменов российской сборной. Итак, сегодня в нашем выпуске. 9 февраля. В 4 дня по Челябинскому времени. Олимпиаду в Южной Корее. Считать открытой. Хоккеисты трактора с клюшкой и мечом. Куда черно-белые дели шайбу. Что такое винчун или изящная весна? В 2 часа по московскому времени. В пятницу 9 февраля состоялось грандиозное открытие зимней 23-й Олимпиады. 88 стран-участников, миллионы болельщиков и 75 тысяч зрителей, которые собрались в парке Хвенге, чтобы своими глазами увидеть зимнюю сказку об истории и традициях принимающей стороны. В ярком шоу приняли участие 400 человек. В самом главном действии выступили около 2000 актеров. После состоялся парад открытия. Никак не печально, единственной страной, которая вышла без национального гимна и флага, оказалась Россия. Кто из спортсменов посчитал это унижением и вовсе не вышел на площадку, смотрим в нашем первом сюжете. Это кадры открытия Олимпиады в Корее. Все происходит на специально построенном к играм стадионе. Вмещает 35 тысяч человек. Начинается все с красочного салюта и выступления артистов. Затем на стадион выходят спортсмены. Наши появились на арене под номером 55. Всего 80 человек. Кто-то еще не успел прилететь к Хёнчхан. Кто-то продолжает готовиться к главным соревнованиям четырехлетия в соседних городах Южной Кореи. А кто-то вообще решил бойкотировать парад. Олимпийский флаг нес волонтер. На самом деле, я за себя только отвечу, потому что на открытии быть под нейтральным флагом уже не очень. На Олимпиаду в Южную Корею все-таки не поедут 47 россиян. Спортивный арбитраж отклонил иск 45 спортсменов и двух тренеров. Мог, это как закрытая вечеринка. Тебя туда не приглашали. И ты даже если через черный ход пойдешь, все равно будет все не так. Не отправились в этот раз на Олимпиаду легенды спорта. Прославлена Уральская молния. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. Челябинка Лидия Скобликова. Путевка уже была оплачена, но три недели назад Скобликова отказалась из-за беззакония. Просто мне это не интересно. Если не едут все сильнейшие конькобежцы, я хочу видеть наших сильнейших конькобежцев. А их там не будет. Болельщики также особый интерес к Олимпиаде в Корее не проявили. Говорят, их почти не видно в олимпийских деревнях в Каныне и Пхенчхане. В туристических фирмах объясняют. Причин масса. Ситуация вокруг дисквалификации сборной. Отсутствие мест в отелях. Хотя стоимость перелета не такая высокая. 30 тысяч из Москвы в Сеул в обе стороны. Да, обратно с учетом пребывания, например, около пяти дней. Проживание также недалеко от мест Олимпийских объектов будет в среднем, ну не в среднем, даже минимум от 25 тысяч на человека при двухместном размещении. Олимпиада продлится до 25 февраля. Челябинскую область будут представлять Екатерина Ефременкова в шорт-треке, Николай Прохоркин, Вячеслав Квойнов и Никита Нестеров в хоккее. А также Игорь Америн, Егор Коротков и Анастасия Черцова в дисциплининский кросс. С хоккейной сборной выступят игроки «Металлурга» Сергей Мазякин и Василий Кошечкин. Пока идет Олимпиада, в регулярном чемпионате КХЛ пауза. Сейчас команды лиги проводят тренировочные сборы. Готовятся к решающей части регулярки и первым играм плей-офф. Трактор начал тренироваться в начале февраля. Перед этим был недельный отпуск. Хоккеисты залечивали травмы, восстанавливались и теперь с новой силой принялись за занятия. О том, как черно-белые проводят время, расскажем прямо сейчас. Мороз и солнце, как в строчках классики. Хоккеисты трактора тренируются на льду. Только вот вместо привычной защитной амуниции на грудника и на локотников, теплые толстовки с капюшоном и балаклавы. Черно-белые играют в бенди. Хоть хоккей с шайбой и очень похож на своего русского собрата с мячом, но отличий хватает. Большая площадка, короткие клюшки без загиба. И самое главное, вместо черной шайбы – оранжевый мяч. Игроки с большим азартом скользят по площадке. Рассказывают, смена тренировочной обстановки идет на пользу. Ну, час мы бегали на вашем поле. Классно. Свежий воздух, позитив, весело. Заряд бодрости получаем. Плюс это очень полезно. В начале февраля трактор вышел из отпуска. Начали с аэробных нагрузок. Это упражнение с низкой интенсивностью, где задействовано множество мышц. При этом потребляется большое количество кислорода. В начале был бассейн, где игроки входили в рабочий режим. Плавали и играли в водное поло. Затем тренировки на свежем воздухе. Все это спланировано, конечно, было давно, на перерыв. То есть, там циклы трехдневные свои, то есть, отдых. Все по плану отдых. Бассейн сейчас на улице. Следующий план там будет немного под нагрузим ребят. Кстати, во время паузы игроки успели хорошо отдохнуть. Артем Бородкин с женой Ольгой посетили Рим. Многие хоккеисты выбрали солнечные Дубаи, как, например, Ник Бейлин и Пол Шихура. Я во время отпуска ездил на солнечный берег, чтобы получить немножко солнца, отдохнуть, расслабиться и дать своему телу максимально восстановиться. Сейчас у команды двухразовые тренировки в зале и на льду. 20 февраля команда проведет товарищескую игру в Подольске против Витязя. 23-го в Магнитогорске. Соперником станет местный Металлург. Чемпионат КХЛ для трактора возобновится 27 февраля. Он уже 8 лет у руля Челябинской городской думы, при этом является трехкратным чемпионом области по хоккею. 22 сезона Станислав Машаров выступал за Челябинский политехник и является рекордсменом команды по этому показателю. Неудивительно, что дети пошли по стопам отца. Его сын Денис сейчас выступает за фармклуб трактора «Челмет». В его активе 12 очков, 6 шайб и 6 передач. А его брат 13-летний Данил защищает ворота трактора 2004. О спортивной семье Машаровых наш следующий сюжет. 13-летний Данил внимательно слушает отца. Станислав Машаров дает наставление перед тренировкой и подбадривает сыновей перед выходом на лед. Младший из Машаровых Данил играет в команде «Трактор 2004». Он вратарь. Хоккеем занимается уже 7 лет. Первое время играл в поле, но уже на второй год тренировок твердо решил защищать ворота. Рассказывает, в игре голкиперов много плюсов. Форма классная. Да и, не знаю, это как-то прикольно стоять на ворота. Да и все. Ну, классно. Ну и меньше бегать, конечно. Во время занятий Станислав Машаров постоянно подсказывает сыну, куда лучше отбить шайбу, какую лучше выбрать позицию. Да выкатись сюда вот поближе. Вот сюда. Не теряй воприк. Хорошо? Вся семья Машаровых хоккейная. Старший сын Станислава Машарова Денис с 2008 года находится в системе «Трактор». Он прошел все стадии. От молодежной до континентальной лиги. Сейчас выступает в фарм-клубе «Трактора» в Челмете. По словам нападающего, пример отца стал для него решающим. Когда сам играл, он очень много мне дал. Когда играл за команду «Политехник», часто катался с ними. И я считаю, что это мне помогло. А в плане сейчас, ну, когда получается, летом катаемся, чтобы поддерживать себя в форме. Глава семьи Машаровых Станислав 2010 года является председателем Челябинской городской думы. От него во многом зависит судьба Челябинска. Под руководством Станислава Ивановича принимаются законы, утверждается бюджет и планы развития города. При этом чиновник успевает два раза в неделю играть в хоккей в составе ветеранов «Трактора». Станислав Машаров является воспитанником черно-белых, но профессиональным хоккеистом не стал. После окончания школы выбрал учебу. На интенсивные тренировки времени не хватало, но даже в таких условиях продолжил заниматься любимым делом. 22 сезона он отыграл в составе команды «Политехник» в студенческой команде «Юргу». Станислав Иванович является рекордсменом команды по этому показателю. Участвовали во второй лиге «Перенство России» и в студенческих играх принимали участие. Такой хороший уровень. Потом все игроки, которые заканчивали, в «Тракторе» и «Металлурге» переходили на этот уровень в «Перенство» области. И уровень был достаточно серьезный, интересно было играть. Вот такая она семья Машаровых, увлеченная на 100% спортом номер один в Челябинске. Хоккея. В апреле Челябинск ждет грандиозное и зрелищное событие – чемпионат мира по танцевальному спорту. Представители почти из 40 стран будут выявлять сильнейшую пару на планете в ледовой арене «Трактор». И сегодня у нас в студии один из организаторов этого статусного мероприятия – Вероника Бутузова-Болтвина. Здравствуйте. Здравствуйте. Вероника, скажите, пожалуйста, первый ли раз в Челябинске у нас пройдет такое грандиозное мероприятие? Да, в Челябинске чемпионат мира проходит впервые в нашем виде спорта, искусства. И мы этому очень рады. Остается полтора месяца до этого грандиозного события, да, всего три дня. Хочется увидеть все. Вот скажите, вы как организатор, какая подготовка идет? Насколько я знаю, вы паркет новый уже купили, да, что вы еще сделали? Приобрели новый паркет, к которому мы действительно двигались долго. Мы шли к этому 15 лет. И это очень для спортсменов удобно, потому что это складируемый монтаж, демонтаж паркета. Всегда любое событие может проходить на хорошем полу. Пол – это самое важное для участников, для спортсменов. Кто у нас будет из лидеров, да, и на кого смотреть, и кто из российских, из челябинских представителей готов выиграть эти соревнования? Приедет много пар. Мы знаем, что лидеры традиционно – это немцы, итальянцы, американцы подтвердили свое участие. Те, кто всегда в тройке фаворитов и в прошедшем чемпионате мира, которое судила в Австрии в ноябре. Также они лидировали. Нам, конечно, хочется, чтобы у нас тройки были россияне. Мы тоже в данной программе сиквелтин американский. И европейская программа танцев мы тоже очень сильны. Поэтому ставки у нас, конечно, на медали, медальный зачет. В каких танцах, наверное, давайте расскажем зрителям, которые болеют и любят танцевальный спорт. То есть какие танцы на паркете ледовой арены трактора не смогут в эти три дня увидеть? В пятницу это кубок губернатора. Многочисленные группы детские, юниорские, молодежные. Далее субботний день у нас начинается с мирового рейтинга. А с обеда уже в субботу мы увидим кубок мира. Отборочные туры. Ну и будет все финишировать в 19.00 в субботу. Это открытие официальное. Шикарное, большое, зрелищное, музыкальное. С очень сильной программой, где выступают многократные чемпионы мира. Несколько пар коллективов и формейшн, которые представляют действующих чемпионов мира. Ну а воскресный день, он также сбалансирован, очень интересен по своей программе. Это уже сам чемпионат мира. Соответственно, тоже, когда выходит каждая пара, танцует свой мини-спектакль, свой мини-номер. Да, именно поэтому называется программа «Секвей». Когда каждая пара готовит свои костюмы, свою музыкальную аранжировку, световую партитуру и так далее. Мини-сюжетный, красивый-красивый номер. Кстати, давайте нашим зрителям как раз и покажем, что же такое «Секвей» и насладимся несколькими минутами этого танца. Ну вот мы сейчас увидели вот эту красоту. И действительно, здесь грань между шоу и спортом, она очень размытая, как мне показалось. А вот расскажите подробнее, это все-таки спорт или это шоу? Мы видим великолепную техническую подготовку спортсменов. Но с другой стороны, мы видим, насколько здесь играет роль музыка, произведение само, которое выбрали. То есть сюжет, это музыкальность, это харизматичность. Здесь вот эта грань, она так же, как в фигурном катании. Вот для нас она близка. Наши родственные виды спорта, художественная гимнастика, танцевальный спорт и фигурное катание. Вот для нас эти родственные моменты, они перекликаются, потому что исполнение всегда под музыку, может быть даже с предметом, в красивых костюмах и сюжетной какой-то линии. Это отличительная черта «Секвея». Нам известно, что несколько дней назад стартовал набор волонтеров. Вам нужно для этого мероприятия, для проведения, 80, насколько мы знаем. Как проходят дела, как обстоят дела, то есть идут заявки ли, как собеседование. Да, идут заявки. Те ребята, которые уже имеют опыт, прежде всего, в чемпионатах мира по дзюдо, по фигурному катанию, по ски-кроссу, по фристайлу. Те, кто работали уже, имеют коммуникационные очень навыки, хорошие, да, владение английским языком, либо еще какими-то языками. Работают, и знают все точки работы в ледовой арене «Трактор». Это очень важно, потому что у каждого есть у нас несколько направлений, несколько секций волонтерских. Каждый будет, кто-то с пресс-службами работает, кто-то со спортсменами работает, кто-то с судейской бригадой. Со зрителями. Кто-то в фойе, трибуны, да, отдельно. Отдельно призовая группа. Цветовая гамма у нас интересна, поскольку у нас есть символ нашего турнира «Птичка». «Птичка» такая, да, она многоцветная, она яркая, она весенняя, летящая. И поэтому в разных цветах у нас будут и футболки, и рубашки, и эмблемы. Такая будет летящая птичка. Сколько будет стоить билет? Может быть, они отличаются на открытие, закрытие или на чем? Билетная программа стартовала в конце декабря, и первые билеты наши земляки покупали уже в подарок на Новый год своим семьям. Мы отслеживаем, каждую неделю дают мне сводку продажи билетов. Ценовая политика очень демократичная, от 100 рублей до 700 рублей. Я думаю, что любой может себе позволить это. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, рассказали более подробно об этом мероприятии, которое будет. Потому что действительно о нем мы говорим уже давно, но оно масштабное. И о нем мы, я думаю, еще и поговорим в будущем, потому что это того стоит. Спасибо и удачи вам в проведении этого мероприятия. Напоминаем, что чемпионаты Кубок Мира у нас в Челябинске пройдут с 6 по 8 апреля. Сейчас небольшая пауза, а после мы вновь увидимся в этой студии. Не переключайтесь. Одежда ведущей предоставлена сетью магазинов InCity. 16 февраля наступит Новый год по китайскому календарю. Он считается для жителей Поднебесной праздником весны. И сегодня мы поговорим об единоборстве Брюса Ли и Джеки Чана, о китайском искусстве Винчунь, которое переводится как «изящная весна» и имеет своих поклонников в Челябинске. На занятиях инструктора международной организации Винчунь Максима Астанина под негромкую музыку занимаются взрослые мужчины. Самому молодому 29 лет, старшему 41. Всех их, людей разных интересов и профессий, объединила «изящная или вечная весна» китайское боевое искусство Винчунь. О происхождении этого уникального вида единоборств, как и других известных азиатских боевых искусств, сложено немало мифов. Согласно одной из красивых легенд, монашка Нгумэй научила красавицу Йин Винчунь боевому искусству, приемы которого придумала сама. Новый стиль был назван именем девушки «Вечная весна». Запомни короткие правила. Используй энергию противника, чтобы вытянуть его или вытолкнуть его. Широкую же известность во всем мире Винчунь получил в 18 веке. А позднее, благодаря кинофильмам из Гонконга, с участием Брюса Ли и Джеки Чаном. В Челябинске Максим Астанин практикует Винчунь более 10 лет. И говорит, что реальный бой сильно отличается от киношного. Но все же главной визитной карточкой Винчуня на все времена остается рациональная техника и в атаке, и в защите. Если идет удар, в зависимости от приложенной силы, мы или входим с контратакой, или идет поглощение. Винчунь – это более экономные движения, более статичен центр тяжести, нет высоких ударов ногами. Занятия китайским искусством развивают не только все группы мышц, но и восприятие. С помощью повязки или закрытых глаз можно проверить одно из наших пяти чувств – осязание. Меня чувствовал, чувствовала мою руку, мое давление, мои ощущения. И гораздо быстрее сорватывают, чем нежизрительный контакт. То есть пока человек увидит, пока он этот мозг перевалит, эту информацию, соответственно, это пройдет уже время. В отличие от Александра Зотова, который прежде занимался дзюдо, ушу, греко-римской борьбой и армейским рукопашным боем, у Дмитрия Камбарова меньше спортивный опыт. Винчунь он пришел только два года назад, а в детстве недолго увлекался каратэ. Думал, приду, будет так же красиво двигаться, а как оказалось, это немножко даже сложнее. Здесь понравилось ему знамя комбинатского движения, как исходится тело. Ну и здесь чередование жесткости и ослабления, на самом деле, в этом тоже прелесть. Во всем мире по Винчунь даже проводятся чемпионаты планеты. Россия также в них участвует. Но черябинские бойцы предпочитают просто развивать свое тело и разум. Без наград и побед, а ради дыхания вечной весны. А сейчас наш традиционный розыгрыш. Кто правильно ответит на вопрос, получит два билета на чемпионат мира по танцевальному спорту. Итак, сколько актеров было задействовано в параде открытия 23-й зимней олимпиады? Свои ответы присылайте на почту vssobaka1obl.ru Хороших вам выходных, а нашим спортсменам в Хенчхане пожелаем только побед и силы духа. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова